Привет! В прошлом черном видео я рассказал о идее своей, что мир является имитацией. И в этом видео хотел бы развить данную тему, потому что, естественно, возникает такой вопрос, а если мир действительно является имитацией, то что же остается делать-то, как относиться к негативу, к разным событиям этого мира, как жить-то? Ну еще, знаете, напомню, почему я так предположил, что мир является имитацией. Потому что человеческая жизнь конечна, и в итоге мы как бы лишаемся этого мира и переходим в другой. То есть наше сознание перемещается в другую реальность, а этот мир перестает для нас существовать, вместе со всеми предметами, образами, ощущениями, все, короче, этот мир перестает для нас существовать. Возникает, естественно, вопрос, а какой будет тот мир, в который нас переместят? Так сказать, вечная жизнь-то какая будет у нас? И что, собственно, делать-то в этой жизни-то? Чем заняться? Как относиться к негативу, который нас окружает? Нас ведь окружает масса всяких негативных событий, всяких людей, которые возбуждают негативные эмоции, зовут нас куда-то, то на бой с кем-то, то на войну, то что-то на революции на какие-то. Вот как к этому относиться? Вот поговорю в данном видео на эту тему. Назову я это видео «Отношение к негативу, событиям, агитаторам, улучшение предмира, созидание рая и переход к вечной жизни». Хочу заметить, что все вот эти мои рассуждения это лишь теории. Серьезно я, естественно, относиться к этому на 100% не могу. Но для себя мне, конечно, необходимо, как проживающему в этом мире, понять, как относиться к негативу, ну, я уже сказал, к агитаторам, ко всяким. Сейчас, например, активизировались с женской стороны феминистки, а с мужской стороны представители мужского движения, как в свое время красные и белые пяти, коммунисты-капиталисты. Ну, вообще, и тянут нас туда-сюда, потом представители каких-то религий тоже, может быть, даже каких-то экстремистских каких-то движений тянут постоянно, насколько это зовут, перетягивают, возбуждают. То там конспирология какую-нибудь придумают, то политическую борьбу увлекают. Вот как относиться к этим вещам? Ну, вот для себя я как бы так решаю, что все, что относится к негативу, я отношу к имитации, а все, что относится к позитиву, я отношу к реальности. Вот поясню этот момент. Мы живем, как бы, получается, в предмире. Вот такой термин я придумал. Предмир. И в этом предмире, который должен закончиться, и наступить, так сказать, мир должен обновиться, предмир наш, и мы должны переместиться в какую-то вечную реальность. Естественно, мне хотелось бы, чтобы она была позитивной, хорошей, доброй. И в связи с этим предлагаю ко всему негативному относиться как к несуществующему. Ну, настолько, насколько мы это можем себе позволить. Потому что, естественно, если вас там кто-то остановит и будет у вас требовать там грабить вас, нужно будет этому активно сопротивляться. Вот. То есть, именно настолько, насколько это позволяет наши, как бы, возможности. Потому что, естественно, лучше дать отпор грабителю, чем остаться без средств существования. Далее, значит. Если кто-то вам рассказывает негативные вещи какие-то, лучше смотреть на него, как бы, знаете, сверху и издалека. Если, конечно, это непосредственно вам не угрожает вашим каким-то жизненным благом или благом ваших близких, родственников или той общности, в которой вы живете. Ну, естественно. То есть, если, например, политик заявляет о вторжении через границу какого-то враждебного государства, имеющего цель поработить, например, нас, ну, естественно, нужно собирать ополчение, сопротивляться. То есть, не надо вот мои слова додумывать вот в таком вот плане, что я призываю как Лев Толстой к непротивлению и злу насилию. Я очень слабо себе представляю, как бы, например, Лев Толстой подставил, например, какую-то часть своего тела, скажем, диким зверям или муравьям, они бы стали это жалить, а он бы это терпел и не противился бы злому. Я не могу это себе представить ни как православный христианин, ни как разумный человек. Вот. Поэтому, если негатив непосредственно касается наших сфер, действий, жизни, влияния, то нужно, конечно, с ним взаимодействовать и бороться. Но, если это так, ля-ля-та-поляк, какие-нибудь там блогеры, не знаю, возбуждают на что-то негативное, ну, просто люди из, так сказать, из телевизора. К реальности как бы их особо не стоит относить, что они существуют там или вообще стоит им придавать значение. Нет. К негативу событиям агитаторам негативного толка советую относиться как по возможности, конечно, как к программам, как к соблазняющим таким программам, которые лучше не смотреть. в которых не участвовать. Так, перехожу к улучшению предмера. Да, если эти события, агитаторы, люди, которые с вами взаимодействуют, зовут вас на благие дела, там, уборка территории, строительство какого-то полезного объекта, формирование какого-то полезного движения или что-то хорошее, да, в этом нужно участвовать обязательно, потому что участвуя в позитивных событиях и делах, мы улучшаем наш предмир и собственно занимаемся созиданием рая, так бы я сказал, то есть мы создаем новый лучший мир, который так сказать собственный является мечтой человечества, у меня даже есть такая надежда робкая, что когда люди создадут вот этот лучший мир без негатива, без отрицательного всего, понимаете, такой гармоничный, хороший, добрый, то произойдет переход к вечной жизни, но это опять же моя теория, это предположение, я не настаиваю и не утверждаю, просто предполагаю, возможно, тогда и произойдет переход к вечной жизни, и люди станут бессмертными, и мир станет бессмертным, и мы таким образом, то есть человечество будущее окажется в рае, в реальности бессмертной, вечной, к которой следует стремиться. В этом чудесном блистающем мире можно будет жить вечно и постигать какие-то более высокие смыслы и более жить более такой высокой жизнью. Вот. А пока я предлагаю относиться к злу как к чему-то ну временному хотя бы, а в идеале как к чему-то несуществующему. Ну естественно настолько, насколько это позволяет нам обстоятельства. Ну например близкий человек сказал нам гадость какую-то, вот как бы об этом следует забыть. А если он сказал что-нибудь хорошее, то это следует поддержать и поблагодарить. Допустим. Или например вам сделали какую-то неприятность ну и как бы извинились следует простить человека. Как бы понять что то что вам сделали это есть как говорится мечта бесовская. То есть мечта существ которые стремятся нам навредить и людей. А вот если что-то хорошее вам предложили или сказали то это следует откликнуться на это поддержать это и развить и в общем ну вы поняли следует улучшать наш предмир и созидать рай. то есть строить на земле светлое будущее без негатива и возможно когда-нибудь человечество таким образом сможет перейти к вечной жизни без смерти без страданий без негатива и остаться в этой вечной реальности в таком чудесном добром состоянии но опять же это все мои такие досужие теории мои мысли вы можете конечно их покритиковать не разделять просто я помечтал немного вслух вот и записал данное видео сегодня 11 июня 2020 года с вами был Дмитрий из Орла всем желаю всего доброго до новых встреч